Так как сейчас очень актуален стиль Old Money, я решилась на видео про образы с Pinterest и одежды из Wildberries в этом стиле. Видео создается в стремительном темпе для того, чтобы сохранить максимальное количество работающих ссылок на вещи, которые вы, как всегда, найдете в описании. С моим предыдущим видео про Old Money приключилась одна неприятная ситуация. После того, как я его опубликовала и оно собрало достаточно неплохое количество просмотров и активностей, Warner Brothers решили напомнить о своих авторских правах на фильм о Гэтсби. То, что я расстроилась, ничего не сказать, потому что в то видео вложила очень много сил и времени. И сейчас у меня на канале ролик с полностью вырезанным куском о фильме, но с небольшим напоминанием, что там что-то было. В ближайшие минуты попробую повторить с вами, поделиться той заблокированной информацией. И если вам понравится это видео, пожалуйста, поддержите меня и посмотрите предыдущий ролик. Всем привет, с вами Юля, я создатель бренда Julia F. И это новое полезное видео, видео про советы. Вещи из Wildberries, которые сегодня будут представлены, я не покупала, но со всей ответственностью подошла к их выбору, изучая состав, просматривая отзывы и количество покупок. Для тех, кто не смотрел мое предыдущее видео, стоит отметить, что стиль Old Money – это быть, а не казаться. То есть это скорее стиль жизни, а не стиль в одежде. Старые деньги – это люди с унаследованным богатством, которое они смогли сберечь и приумножить в течение нескольких поколений. Яхты, лошади, лучшие вузы мира – это их обычная жизнь. У них есть все, но одежда дает явный отказ от демонстрации стоимости, хотя на одежде аристократы, конечно, не экономят. А, например, новые деньги – нувориши, быстро разбогатевшие люди из низкого сословия. То есть их богатство приобретенное. И тут в доказательства – Rolls-Royce, Rolex, популярные модели знаменитых брендов с логотипами, конечно, чтобы даже издалека понимали, что у них есть деньги. В общем, старые деньги с точностью да наоборот. Деньги водятся, но их на показ не выставляют. Пожалуй, наиболее известную критику противоречий между старыми и новыми деньгами в американской литературе можно найти в великом Гэтсби Скотта Фиджеральда. Семья Бьюкинен, Том и Дейзи, благодаря своему статусу, ускользают от наказания за убийство, в то время как новые деньги, представленные самим Гэтсби, поочередно приветствуются и презираются другими персонажами книги. Фиджеральд через своего рассказчика Никаракуэ резко критикует людей, владеющих старыми деньгами. Они были беспечными существами, Том и Дейзи. Они ломали вещи, людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними. На сегодняшний день стиль олдмани стал популярным в социальных сетях, а как следствие его переняли блогеры и инфлюенсеры. Теперь стиль олдмани в одежде без труда может повторить любой желающий, не имея больших денег и унаследованного богатства. В общем, еще очень много чего интересного и важного хотелось бы вам рассказать, но об этом я подробно говорила в предыдущем видео, не хочу повторяться. Однако, кое-что еще все же процитирую. Топ-5 правил, благодаря которым мы без труда соберем образы в стиле олдмани. Первое – это лаконичный крой. Второе – отсутствие логотипов. Третье – премиальные материалы. Четвертое – базовые оттенки. И пятое – вневременной дизайн. Никакого оверсайза, никакой эко-кожей, полиастера. Олдмани может немного напоминать классический офисный стиль, но если последний – это корпоративный этикет, то олдмани более расслабленный и легкий, так что во избежание схожести с офисным стилем добавьте образу какую-нибудь деталь, несопоставимую с офисом. Строгие туфли замените на босоножки, например. Итак, вот результат моих поисков референсов в Pinterest на сезон осень и начало зимы. Тут явно можно заметить любовь к повязкам на голову. Кстати, я рассказывала про эти повязки от Скиапарелли в своем видео про тренды осень-зима. Также заметные элегантные костюмы и трикотажное платье. А теперь я с вами прощаюсь на неопределенный срок и ухожу в безну Вайлберес. Ладно, шутка. Я уже вернулась. Но путь обратно был тернистым, я вам скажу. Поиски я свои структурировала и решила их начать с базы. Поиск костюма. Затем отдельный верх, подходящий к брюкам, или низ, который сочетается с пиджаком. После рубашки, пола, свитера, а напоследок обувь и аксессуары. Костюмы. Вот смущают меня эти громкие слова подклад высшего качества. Так какой он? Полиэстер или нет? Даже среди самых дорогих костюмов на платформе в составе полиэстер, который я очень люблю в кавычках. Так что эти варианты самые нормальные и по цене, и по составу. Первый с пиджаком овер. Второй слишком, я бы сказала, старомодный, но весьма подходящий к референсам. И я выбрала бы последний. Он и лаконичный, и держит форму. Кружевные брюки могут стать изюминкой образа, а также затянуть вас на дно. Поэтому нужно отдавать предпочтение дорогому кружеву. А если жалко денег, не рисковать и не покупать. Вы же хотите выглядеть дорого, а не так, как будто бы запутались в бабушкиной тюле. Вот несколько подходящих вариантов. И несмотря на состав, я бы выбрала последнюю модель. Материал похож на французское кружево, но если заглянуть в референс, то предпоследнее подходит идеально. Смотрите сами. Теперь можно под наш пиджак поискать джинсы. Светлые джинсы всегда выглядят очень дорого. Выбирайте модели с завышенной талией по фигуре, но не в облипку, а также без каких-либо затертостей. Первую модель нужно каждой отдельно изучить. Мне кажется, она на невысокий рост. Во вторую модель я просто влюбилась. Цена пушка и стопроцентный хлопок. Светлые молочные, как и небесно-голубые, считаю, должны быть у каждой в гардеробе. А последняя модель мне приглянулась благодаря необычному верху. В моих референсах был один интересный пример стиль наездница, ну и прибрежная бабушка. Все они являются ответвлениями старой денежной атмосферы. Так, давайте попробуем к нашему пиджаку найти узкие брюки, даже лосины. Конечно, в таком образе желателен черный верх и белый низ с темной обувью, но мы уже выбрали с вами костюм в светлом оттенке, поэтому будем отталкиваться от того, что есть. Вот вам лосины в рубчик и без. Обе модели плотные и отзывы хорошие. А теперь перейдем к поиску верха нашим брюкам и джинсам. В поисках твидовых жакетов я натыкалась вот на такие моменты. Либо покупатели говорили о непостоянстве товаров, либо в описании писали красивые и незнакомые слова. А если загуглить, это один из видов полиэстера. Я искала твидовый черный укороченный жакет. Он отлично подойдет к розовым брюкам, голубым и молочным джинсам. Увы, но только эти модели остались методом исключения. Эти модели практически одинаковые, но в первой четыре кармана, во второй два. И второй жакет меньше раз покупали, хотя отзывы хорошие. Решив повторить этот референс, я нашла похожую блузку, но состав меня не очень привлек. В таких случаях лучше отдавать предпочтение классике. Водолазки свитера также имеют место быть в стиле олдмани. Из свитеров уделяйте внимание именно качеству состава. И, конечно же, второй вариант мой фаворит. Такой свитер прослужит вам очень долго, а от акрила советую отказаться вообще и обходить его стороной. В свитерах пола обращайте также внимание на состав, но еще и на прозрачность модели. Никакой вульгарности в стиле олдмани. Первая модель на сезон и стоит 192 белорусских рубля, тогда как вторая модель с шикарнейшим составом 115 рублей. Как так? Кстати, теннис корка, кастельноездница и прибрежная бабушка относятся к олдмани. Так что вы такой свитер пола с легкостью можете сочетать с юбкой блесе. Кардиган миди я не могла обойти стороной, но, увы, Вайлдберрис разочаровал своим качеством. Вот лучшие экземпляры. В образе с кружевными брюками фигурирует нейтральная футболка, и я нашла вот такую. Это успех, я считаю. К нашему получающемуся гардеробу я просто обязана найти водолазку, и лучше всего к светлому костюму подойдет контрастный черный цвет. А что по поводу платьев? Так как близится холодный сезон, то легкие я даже искать не буду. Трикотажные подойдут больше всего. Как вам вот это? Крутое, но слишком оверсайз, поэтому оно не подходит стилю олдмани. А вот уже что-то более подходящее. И, внимание, я нашла самое классное платье, даже, думаю, может, себе его куплю. Классическое, классическое, натуральные оттенки, да, осень, холодное время, поэтому без пальто не обойтись. Предлагаю обратить внимание на классические модели, шикарный состав, натуральные цвета, очень соответствуют стилю олдмани. А теперь нам нужно подобрать обувь. Желательно несколько пар, которые будут сочетаться со многими образами. В референсах представлено достаточно моделей. Это и туфли, и ботфорты, и мюли, и балетки. Я всегда предлагаю идти по пути наименьшего сопротивления. Ботфорты на осень очень нужная вещь. Обувь с низким голенищем или без. Для туфель, я думаю, будет прохладно, поэтому лоферу будут уместнее. Ну и кроссовки или кеды. Этого списка я и буду придерживаться. Ботфорты первые очень стильные, модные, но обратите внимание, трендовый каблук. То есть это больше о трендах, а не о чем-то вне временном. А вторая пара, помимо того, что это натуральная кожа, так она выглядит более классической. Даже если вспомнить референс наездницы, вторая модель бесспорно подойдет больше. Несколько моделей лоферов, каждая из них прекрасна и из натуральных материалов, и подойдет к нашим вещам. Но выбор за вами. Ну и кроссовки-кеды из натуральной кожи с отличными отзывами. Я бы выбрала кеды, последнюю пару, они мне даже чем-то напоминают Диор. Из сумок в референсах фигурировали стандартного размера изделия на каждый день и на выход цвет, объемные виды тоут и очень мини. Я считаю, что маленькая черная сумочка это классика, и в каждом гардеробе она обязана быть как маленькое черное платье или джинсы небесно-голубого цвета. Первая модель Биркин не Биркин, просто похожая, но мне нравится другая, плюс она из натуральной кожи. Только никаких копий. Мы же хотим с вами выглядеть дорого, а не искусственно, а дорого у каждого свое. Поэтому обращайте внимание на качество. Тоут будем искать натуральный, но не черный. Обратите внимание, на референсах подобные сумки очень простые, но не от слова дешево. Вот что предлагает Wildberries. И многие, кто не понимает, на что обращать внимание, подумают, что это то, что нужно. Девочки, нет. То, что ищем мы, оно действительно простое, но посмотрите, тоут не должен напоминать кожаный шоппер или бабушкину торбу в плохом понимании этого слова. Наша сумка должна держать форму, а значит быть из плотной кожи. Первые три из натуральной кожи. Первый тоут Лакоста 710 белорусских рублей, второй 162, третий 169, четвертый 96. Так вот из натуральной кожи, даже пусть в черном цвете, я бы выбрала именно в личный гардероб и по цене и по качеству третью сумку. Для наших с вами референсов не жалко выбрать первую. Мини сумочки я нашла такие, но последняя просто какой-то разрыв сердечка. Только сразу обращаю ваше внимание. Многие даже на Wildberries пишут, что сумка огонь, но ничего не помещается, кроме помады, поэтому отказ. Ну, пополагать, что в сумочку 7 на 10 поместится ваш телефон. Такие сумочки носят как аксессуар. А что по поводу пиджака с имитацией карманов? В таком случае, если карманы есть, либо они могли бы быть, но их нет, пиджак не очень. В общем, чтобы не занимать эфир, пишите в комментариях, было ли бы вам интересно послушать про смысл таких мини сумочек, и я сниму отдельное видео. Но, впрочем, в моем бренде тоже есть такая мини сумочка, но я называю ее кошелечком. И вопросы отпадают сами собой. Завершаем наши образы украшениями. Повязка на голову, ремень и винтажные серьги. Было бы круто, если бы у вас были реально винтажные клипсы. Их можно купить в любом винтажном магазине, но моя цель – поиск вещей на Wildberries. Благодаря чему ремень может выглядеть достойно? Благодаря плотной коже и пряжке. Пряжка должна быть либо суперклассической, либо слегка массивной, но без стразиков, рисуночков. В описании вы найдете только одну ссылку на ремень, но в форуме можно будет выбрать желаемый дизайн. Лично мне нравится более винтажный, он прямо говорит – старые деньги. И серьги – то, что осталось после более глубокого изучения товара. Ну что, вот такие образы у меня получились. Надеюсь, я кого-то вдохновила, кому-то была полезной. Напишите, пожалуйста, в комментариях, покупаете ли вы после просмотра таких вот видео хоть когда-нибудь вещи по ссылкам. Мне это очень важно знать. А также напишите, какой стиль следующим собрать для вас на Wildberries. Всем прекрасного настроения и пока-пока!